В установке троллейбусное депо водитель такси спровоцировал аварию, в которой едва не погиб его пассажир. Молодой человек, которому потребовалась помощь медиков, в момент столкновения сидел на переднем сидении Митсубиши Лансера, рядом с шофером. Хабаровчуни направлялся домой, ему нужно было попасть в авиагородок. Иномаркой управлял 23-летний уроженец Киргизии. Таксист двигался со стороны центра города. Клиента он подобрал в районе памятника партизанам. Авария произошла, когда большая часть пути была уже проделана. Серебристый лансер врезался в ЗИЛ троллейбусного депо, стоящий на дороге. Сотрудники предприятия занимались профилактическим ремонтом автоматической стрелки перевода линий. Один из монтеров в момент удара находился на крыше будки. Мужчина сумел стоять на ногах лишь чудом. Что он? Ну он ехал, я откуда знаю, что он? Что с ним случилось? Куда он смотрел? А у вас что, не огорожено было? Вот стоят, видите колпачки? Так они и были в момент аварии? Да. У тебя другие уже поставил. У него под ним колпачок один замятый. Седан буквально залетел под ЗИЛ. Лобовое стекло было вдавлено в салон как раз в том месте, где сидел пассажир. Таксист водительское удостоверение получил 4 года назад. Молодой человек, рассказывая, как произошла авария, винил в ДТП все, что угодно, только не себя. Шофер лансера заявил, что у иномарки заклинила руль, а тормоза работали как-то непонятно. Не знаю, руль вообще-то не поворотил, я не успел поворотить. Он вообще не поворотил, заклинился, наверное. Ну а затормозить? Ну тормозить-то я тормозил, ну не успел. Так и сколько вы тормозили? Да, тормоза тоже как бы, ну я уже где-то вот оттуда начал. Тормоза тоже не знаю, что-то нормально держался вроде, не знаю, я вовремя нажимал что-то. Слова таксиста клиент опровергал. Он говорил, что водитель лансера явно не ожидал помехи. А увидев ее, запаниковал. Скорость была слишком большой, и шофер принял весьма спорное решение. Попытался объехать препятствие справа, хоть места для этого явно не хватало. Так куда за клинья? Он едет, едет. Я думал, ну вижу фишки стоят. Сначала две стояли фишки. Ну думаю, смотрю, он сюда заворачивает. Фишки одни сбил. И это как я. Смотрю, и сюда в эту машину. Хорошо, я как-то увернулся. Врачи неотложки не нашли у пациента серьезных травм. Мужчина лишь порезал лицо осколками. Медики нужды в поездке до больницы не увидели. Мужчина ушел домой. Таксист же, испробовав все варианты реабилитирующих его версий, в итоге признал, что авария произошла по его вине. С места происшествий Юлия Рябцева, Татьяна Шамброва и Виталий Векслер.